Всем привет! В эфире Универньюз. В студии Регина Якупова. Сегодня в выпуске. КФУ и Хуавей подписали соглашение о сотрудничестве. Проект КФУ и Русфонда обретает форму совместной некоммерческой организации. Студентка КФУ завоевала титул «Краса студенчества Татарстана-2017». 30 января Министерство информатизации и связи Республики Татарстан провело итоговое заседание. По результатам заседания у Казанского федерального университета появился новый партнер. Подробнее расскажет Олег Кашин. Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, 30 января принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. На заседании был подведен итог проделанной работы, а также были озвучены планы Республиканского информационного ведомства на 2018 год. В заседании принимали участие президент Татарстан Рустам Миниханов, а также министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Николай Никифоров отметил рост качества и доступности беспроводного доступа в Татарстане, а также заявил, что процесс подготовки квалифицированных специалистов является важной задачей. Именно для этого 30 января на итоговом заседании было подписано соглашение между Казанским федеральным университетом и крупной китайской компанией Huawei. По условиям соглашения будет создан образовательный центр Huawei, который начнет свою работу уже в следующем семестре на базе Высшей школы информационных технологий и информационных систем. Договор предполагает сотрудничество на протяжении двух лет с возможностью продления. Особенностью работы этого китайского производителя является совместимость с большинством стандартов, применяемых операторами связи. Доступ к базам данных и системам позволит студентам быстрее осваивать технологии. Аля Кашин, Универньюс. Казанский федеральный университет и Русфонд создадут совместную некоммерческую организацию. Проект направлен на создание регистра доноров костного мозга. Чем полезно создание подобной организации для России, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Состоялась встреча между представителями Казанского федерального университета и Русфонда. Темой обсуждения стало создание национального регистра доноров костного мозга. Главными переговорщиками выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров и руководитель Русфонда Лев Амбиндер. Соглашение о совместной работе было подписано еще в июле 2017 года. С тех пор в Казанском федеральном университете ведутся исследования, предоставленных добровольцами проб костного мозга. Совместный проект развивается до уровня некоммерческой организации. По предложению Русфонда возглавить ее должен представитель Казанского федерального университета. Планируется, что проекта хватит не только Казань. В Казани мы планировали, и думаем, так и получится, создать локальный регистр, регистр под названием «Казанский», в скобках «Приволжский», регистр доноров костного мозга, где будем собирать не только добровольцев Татарстана, но и Башкортостана, но и Верхние Волги, и Нижние Волги. Словом, округ Приволжский. Мы берем весь и далее тоже. Татарстан может стать реальным центром по поиску и подбору доноров, а также по забору и пересадке трансплантационного материала. Для этого Русфонд ведет переговоры с ведущими медицинскими центрами республики. У нас все, что связано с бельной ценной, это амбиция, так же, как для этой молодежи, амбиция возврата этого сегмента в Волгогресситского университета. Этот сегмент, он начинает не просто работать, он начинает зарабатывать. И задача поставлена в университете, чтобы мы на собственные содержания могли заработать самостоятельно через различные негосударственные проекты. Пока национальный регистр насчитывает более 79 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Благодаря взаимодействию Русфонда и КФУ их количество будет расти. Артем Тупичкин, Леонардо Валетяров, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялось расширенное заседание ученого совета с участием Ильшата Гафурова. В ходе встречи состоялось награждение отличившихся в течение года преподавателей и сотрудников. Подробности смотри далее. Ректор КФУ принял участие во встрече трудового коллектива Елабужского института КФУ. На расширенном заседании ученого совета с участием Ильшата Гафурова был представлен отчет директора по итогам года. Открыло собрание презентация фильма «Инвестиции в науку как новые тренды в высшем образовании» о масштабных преобразованиях по созданию и обновлению инфраструктуры КФУ. Говорить о содержательной части невозможно. Есть создание определенной инфраструктурной среды, которую мы рассматриваем как одно из условий конкуренции. Итоги работы коллектива Елабужского института КФУ за 2017 год подвела в традиционном отчете Елена Мерзон. Не обошлось без торжественной части. В ходе встречи состоялось награждение отличившихся в течение года преподавателей и сотрудников почетными, грамотными и благодарственными письмами. «Потенциал, который есть в институте, он позволяет сегодня готовить хороших специалистов, которые пойдут, я думаю, в большей степени в школы. И это самое, наверное, нужное направление сегодня в нашей стране, поскольку разные направления бизнеса возникают, потом уходят с рынка, а школы остаются всегда. И детей учить и готовить тоже нужно всегда». Около 78% студентов в Елабужском институте КФУ учатся по направлению педагогическое образование. Приоритетным направлением вуза является стратегическая академическая единица «Учитель 21 века». Подготовка педагогов готова к вызовам времени. Диана Шилова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Ниверньюз. Олимпиада «Я профессионал» – это не проверка знаний и не соревнования. Это социальный лифт, который помогает построить карьеру. Подробности о работе конкурса расскажет Аделя Шимилова. Сразу в нескольких ведущих вузах страны проходит заключительный этап Олимпиады для студентов «Я профессионал» масштабного образовательного проекта, рассчитанного на учащихся разных специальностей. Казанский федеральный университет не составил исключения в рамках сотрудничества КФУ. С Высшей школой экономики Казани организаторам удалось детально проверить знания и навыки студентов и магистрантов. Победители Олимпиады получат памятные призы и льготы при дальнейшем получении образования. Мы в этом году, получается, сотрудничаем с Казанским федеральным университетом. Вот часть из направлений Олимпиадных проводится здесь, на базе этой площадки. Насколько я знаю, по другим направлениям определенным, допустим, КФУ сотрудничает с РАНХИКС, также Московским университетом. КФУ нам предоставляет площадку для проведения, вот эти все аудитории предоставляют нам материалы, также аудиторию для оргкомитета, и все организационные вопросы помогают решать, потому что, конечно, без них здесь мы не справились бы. Олимпиада проводится по 27 направлениям, от математики и экономики до дизайна и журналистики. Одна из ее особенностей состоит в практике ориентированности. Кейсы разработали научные сотрудники и профессионалы крупных государственных и частных компаний. Задания придумали, получается, те, за которые отвечают Ваши школы экономики. Это экономика, финансы, бизнес-информатика, социология и журналистика. Возможно, я не все перечислила, но основные писали представители Высшей школы экономики, соответственно. Задания для бакалавриата и для магистратуры разные. То есть, получается, Олимпиада именно уже для студентов. Она в первую очередь, конечно, призвана помочь бакалаврам поступить в магистратуру. С ее помощью можно получить высокие баллы и поступить без экзаменов. А также, просто вообще, я думаю, проверить свои знания. Уже в феврале участники, успешно выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность посетить зимние школы. Это место встречи с преподавателями вузов и потенциальными работодателями. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Представительница Казанского федерального еще раз наглядно показала, где учатся самые прекрасные студентки. Наш корреспондент Аделья Шамилова постаралась узнать, в чем их секрет. Подробности далее. С каждым годом число участниц красы студенчества Татарстана только растет. В этом году было подано более 200 заявок, но лишь 15 участниц смогли пробиться в финал. Ну а одержать красивую победу и надеть заветную корону удалось лишь одной. И имя ее Камила Бекиняева, будущий управленец, обучающаяся в Казанском федеральном университете. А пока не знаю. Не осознала целиком и полностью все, что произошло. Каждая девушка красивая, лучшая и, конечно же, была достойна этой короны. Стать такой, как Камила Бекиняева, хотела бы любая девушка. Но не каждая знает, как. Мы постарались выяснить, в чем заключается секрет самой красивой студентки Татарстана. Наверное, выходя на сцену, не думать о победе, а просто наслаждаться и получать удовольствие от того, что вы делаете. Не бояться, пробовать и идти к своей мечте до конца. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok